Манивать их можно к чармам. А ты знаешь, как Лич может съесть ритуалом мелких животных? Не может он съесть. А, да, с Челябинской, 74-й регион. Понял. Вдруг просто... Ну, смотрите, против оппонента у Хапача 86%. Worldwide Ranking — первый. Race Ranking — первый. А ты там кто? 24-й, 8-й. Где твоя фотка, Блэйд? Где ты? Что ты можешь? Короче, самый безинтрижный четверть-финал. Final Fantasy на Менделеевске. Помню, конечно. О-о-о-о. Там были турниры. Ну, мы туда только приезжали, но... О, я не вспомнил, какой турнир. Что-то он проходил. Погнали. Играю до трех побед. Я думаю, что это будет 3-0. Хошк шутил, что Блэйд... Нашел страту против... О, подождите, там Хапача надо показать. Там его лоб слева вы не видите, а я вижу. Оп! Видели? Так вот. По правилам турнира, игроки обязаны использовать камеру, иначе заплатят меньше денег. Призовых. Старкрафт первый. И в Final Fantasy мы там были на варике, но первый Старкрафт нет. Я же... Ну, бас в первом Старике. Когда у меня интернет нормальный появился уже, Старкрафт был вовсю. У меня в 2001 году появился более-менее клубный интернет, когда я в Питер переехал. Зачем камера? Эмоции во время игры и интервью после матча. Блэйд ставит эксп. Смотрим, сколько рабочих удастся забрать. Первый пошел. Место очень хорошее. Выбрал Блэйд. Поставил и нычку, и вышку. Так что можно там заходить внутрь. Игроки обязаны использовать вебку, или они заплатят за это. О, да ладно. Блэйд что-то начинает удивлять. Как же хорошо. И не прорваться к этому рабочему, представляете? На, да, на Финду там можно прорваться. Красиво. Минус три раба в общей сложности. А можно вернуть в честь праздника какого-нибудь первого требующего дня рождения и оформления старого ГГ. Уверен, старики оценят. Ты прикинь, как много нужно всего сделать, чтобы хотя бы нормально это отверстать на новые... Мы можем тебе статичную картинку вернуть. Ты не ее посмотришь, потыкать не сможешь. Турин говорит, помню, как надо здесь четвертым. Народ из регионов пустовал в универо, вообще проходил знакомство с высокопроводным интернетом. Через полгода знакомство с армией. Как-то быстро они за полгода уже определились и отчислились. Копию старого развернуть, если есть развернительность. Типа вот так да вот. Ну, пф. Ничего работать не будет. Белозер говорит, я помню старый сайт. А че вы такие старые и грумпуете, как старики? Два кольца у Архмага. Представляете, как он страдает, бедолага. Блойд еще лезет вперед. Сказал главный инстагратор на ГГ. Я... Нет. Нет. Раньше было лучше, говорит Кселнак. Ты еще не слышишь, как мы ворчим. Постоянное давление. Стандартная тема абсолютно. Кло покупает еще. На 1 апреля развернуть старое СК-2ТВ. Малка-38 говорит, что насчет большого интервью у Соника, если, конечно, его госпожа не будет против. Это хорошая идея. Я уже говорил, что у нас на ютубчике появится, не знаю, когда, правда, но готовится уже к выпуску первое большое такое профиль игрока. Не совсем интервью, но именно вот профиль знакомства и воспоминания. Да, ностальгатор как раз напоминаю. Я помню, зашел и понял, что ничего не понятно, вернулся на СК-2ТВ. Понятно. Ну, бас. Просто. Ну, бас. Архмаг терпит. Очень битые финды. На граних Апач играет. Ну, как обычно. Сейчас еще про плей вспомнится. Хотят смотреть Фа через Вах ТВ, запускать радио на раз-два-три. Угу. Не, ну, можем с вами как-нибудь между матчами сейчас зайти на про плей и посмотреть. Сайт все еще крутится. Архмаг очень битый. Лечится. Какой ноу-киллс? Там три раба, он футмен битый. Вышку разок отменил. Это нормально, что... Опа. Второй Барак. Это ж Блэксмит. Это же Рифлы. Уууу. 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 Не пальто, видимо А хотя, чёрт его знает Нет, скорее всего, нет И мы уже давно не занимаемся Просто Соник, он огонь Это да Вот Райфлс, Хак же говорил, да, про рифлов Вот, пожалуйста, второй барак их не смутил под Т2 Такой Не отрицая, но такую ностальгию ловил, по глазам вижу Да, конечно, я просто пытаюсь Не прыгнуть в эту пучину Я уже и так дважды остановился Чтобы не это самое Не допустить эту ошибку А то мы от игры совсем отойдём А Хэппи пушит Что мы тут не видели, да? Ну где? Чипачинка, алло, Блейд С такими ошибками нельзя Там идёт Касл То есть через рифлов в Касл 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 У нас есть апгрейд, я слышал, у Хуманов неплохой Дэсбол рифлов А уже есть, уже два, и там третий бежит Так что По заветам Кого там? Боннивора, мистера Виннера Мистера Боннивора Боннивинера Уже три рифла, это масса Правда, сейчас один отлетит Да, пожалуйста, минус один рифл Как же рифлы страдают Жалко второго рифла Заденая алсам Много теряет Блэйд Минус дэсбол Наш пирант подарил один премиум СПО спасибо А, СПО дарит белику Овечкин говорит, после игры можно глянуть Что там Опять у нас джогит грачи Мы сыграли как грачи Уже второй раз подряд Там интервью с Лексом Легендарное Блин Ну это слишком серьезная ностальгия А в это время умирает Блейд, он теряет последнюю вышку на экспанде И соответственно доступ к рабочим по Прям полный Не отвлекаясь от игры, он эгибатор Не рассказывай, ну пожалуйста Я и так стараюсь, сейчас срефлексирую Пойду видосик смотреть Ну а тут все понятно, что вы хотите Блейд разваливается, без шансов каких-то Сейчас он одним рифлом, двумя героями Отобьется от 50 лимита Ни один финт не погибает Дестройеры минус Вышки минус, до свидания Наш ласковый мишка Кэтмаджоу непонятно, это очень дорого все Сэвэдж стрэтом Барбариан Найс Там турнир еще по диабле стартанул Марафон опять Все умирают, Архмаг телепортируется Телепортируется на мейн, соответственно Минус все рабочие на экспанде Игра закончится через... в течение минуты Просто считайте, ну раньше может быть вполне 3-3, до свидания, минус рабочие Я бы вышел уже Скелетов огромное количество, лич пожрет еще Блейд... Блейд крепится, пошел, понятно Но он не будет выходить Он попытается еще дожить до лимита там 60+, Поставит... потратить те деньги, которые подкопил Достроит коней... не, не выйдет в течение минуты Нычку потратит, но... Будет надеяться на вот эту беготню А я не кот Маджул, а кот Манул Кот Манул... Сетка пошла против вертолетов Вертолетов всего 2 штучки На мейне нет вышки вообще Скелеты отправляются и ушатают рабочих Пока они шатают Накидывается сзади армия Блейда Перегруппировывается Хапач Очень хорошо затыкает героев Паладин подставился минус паладин Рейнджика с Инвулом До свидания, Инвул использует Ни у кого не убивать Сейчас Койл будет в Рейнджику Арба есть Кстати, не стал сразу калить Для того, чтобы штрафа не было Потому что там был статус Что первый финт умирает Это первый финт в этой игре Ладно, это второй финт Все, посыпался император Еще один финт сейчас умрет Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу врываются. Кони больно всекают. 4-3-2 героя. 3-2-1. Разница какая космическая. Ничего. Ничего не сделать. Там баньши мастера, коней переманивать и до свидания. С детства заблайдагрит ротч. Да ладно. Мне интересно посмотреть тот ролик. Это же прям классика. Это же Virtus.pro старого образца, которые там приехали на ESVC. Парочка паулайнеров отлетели в 2-3 тура. И потом Лекс рассказывал. Но они были долгое время лучами в России, но... Опять же, лучше катнуть шоу-матч. Помните эту тему? Объясните, почему не играют брейкеров. В этом мэтчапе имеется в виду. Раньше использовали брейкеров для того, чтобы перейти в Т3. Но масс брейкеров не играет. 60 лимит на 50. Киберфайт был сильным сайтом, я с него на GG 2009 перешел, помню, там демок было много. Это был культовый сайт в свое время. Про геймер, киберфайт, киберфайт с рекордным там онлайном, тысяч в 10-12. Ну, тогда это был рекорд. Все серьезным. Демки, колонки, Asus'ы, Dimon, Полосатый, Existence. Много народа там было. Тут расконтраливает Хапач. У него же плюс 20 лимит, он даже Баншини не хочет отдавать. Рейнджерку фокусит, но он ее отконтраливает. Прорывается к Баншину. Вообще ни одной Баншини не отдал. Аркмак не умирает, но... Ну, почему, что умрет сейчас? А там новый, можно убить его. Не знаю, сейчас снова вылетят. ГГ. Довольно уверенно. Интрига мало. Уверенно, игра от Хапача. Так, что у нас там? Джокет, ВС, Грачи. Сейчас будет лютый андеграунд, я сразу предупреждаю, но... Проплай перевернутый. Джогетч ТВ. У нас даже Шокет с этого на сайт перенесен. Во-во-во-во. Шокет этот Джогетч представляет. Я не помню роли. Я, 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 сволочь! Да. Грачина ВЦГ... А, это ВЦГ 2008 был. Разбор полета. Путь. Да, Путь. Это тоже было... Не помню, чей микс. А, это их... Их... Столько сразу мемов. Блин. Это же You spin me right round, baby. Right round. Это же начало композиции. Мид спин тогда был дико популярным. Блин, какой же лютый андеграунд. Кто? А кто порекомендовал это посмотреть? Да, Путь это микс, микс Virtus.pro. С Хучом собрались. Погнали. Оценка выступления игрочей от лидера команды. Безгония, тяжело сейчас. Алексей. Так, Лекс. Это по телефону интервью брали. Не помню, кто. То ли Марк звонил, то ли... Я обо всем этом думал и слышал и говорил полный дурдом. А я в данный момент даже не знаю, что говорить. Когда я нам пиздец... Что, подождите, я... Я... Нет. Я... Я... Короче, мы сыграли как... Там... Там больше не будет вроде ругательств с его стороны. Но это Алексей Колесников, это легендарная личность. Вы что? Мы не смогли ничего сделать. О чем еще можно говорить? На этом чемпионате были только одни лохи. Но это мы. Просто такой... Все правду матку рубит. Без всяких понтов, без всяких хуйни бил. О, подождите. Сыграли, как грачи уже второй раз подряд. Да, сыграли. Как грачи уже. Ой. Красавцы. Это классика. Это просто классика. Лекс, да. Алексей Колесников, лидер команды Virtus.pro. Команда Путь. Ой, господи. Кайф. Не, ну, ребята, если вы думаете, что вы чемпионы, вы бы оказались в том время или вспомнили хотя бы себя в то время. Это был лютый андеграунд, лютый киберспорт. Virtusa в России гремели вообще без шансов. Они всех шатали. Ну, там, конечно, были иногда какие-то победы, но на протяжении длительного времени это была лучшая команда российская по Counter-Strike. А, музыка. Блин. Вот. Как-то так. Это классик, это надо знать. Да, да, да. Сейчас еще мы для... Надо смотреть видосик, вроде там не будет... Хотя там будет нецензурное что-то. Ребята, вот еще вам ProPlay. Пользователи онлайн ноль. Нормально все. Мы ищем стримеров по Dota и League of Legends. Сиджачок, только не написано, в каком году это было. 2012-й. Нормально. Галерейки пользовательские, вот это вот все. Столько, столько... Такой лютый Underground. Залогинься. Да, да, да. Блин. Да, дочка Плейграунда. Как же давно это было. Раздел турниров делали. Там сеточка, все. Но это не то. Тулагейминг. Команды, демки. Демочки по Warcraft. HalfCash. Хавач поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Михаил, что за байт на Носталью? А ты помнишь свой первый турнир? Привет, Хавак. Ну, самый первый турнир был по первому StarCraft еще в Иркуте, а нормальный турнир... Ну, первый... Мы же были щеглами, там, в каком-то восьмом-девятом классе учились. Пришли, там, шесть человек на турнире. Ну, нас было немного. Вот. Я помню первый турнир нормальный по Варику. Это было в клубе М19 сразу. Я был тогда в клубе Макс, потому что у меня была халява в клубе Максим недалеко от общаги. Вот. И там я в первый раз увидел толпу просто, познакомился с Шоком, познакомился с Линдалычем, сингинг-харт который. Познакомился с Рейнджером. Ну, как познакомился? Шатнул его тогда. Всем на удивление, потому что Рейнджер уже тогда был серьезным товарищем, а про Бобра никто не знал. Нужен совет Браблея последний дневник тут. Класс. 2020 год. Что? Серьезный вопрос поднимает. Я вернулся. Тема на Браблеи. 2021 год. Масранцы тоже сезон ставок самые богатые. Блин. Я в телеке. Да. Забыли пароль. Галереи. Дримхак мозгу. Дримхак. Это свеженькая, кстати. Давайте какую-нибудь баянистую галерею вспомним вообще. 11-я страница. НПКЛ. What? Дилвиш. Intel Challenge Cup. Это уже шоу-турниры играли. Дилвиш. Да, старенький. Так, подождите. Есть ли у меня еще время поностальгировать? Да, уже начали. Давайте прям какую-нибудь первую. Первая галерея. ВЦГ 2006. Коды 5. ВЦГ галерея отдельно с девушками. Браток. Щегол Браток. ProPlay 2006. Кемпер. Андроид мелкий. Феня. А, там написано было. Щеглы. Дэдман. Капитан Пойнт. Леха Абвер, смотрите. Блин, надо выкачать отсюда галереи и залить их к себе. Пусть с ватермарками, но пофиг. Абвер, смотрите. Абвер. Эль Джезебана Де Боинг. Не помню, как товарища зовут. Тоже в ЕС-4Х, кажется, был. Ё-моё. Как же круто. Надо залипнуть там. Провести реальный стрим ностальгии. Просто посмотреть галерейки на Брабле. Ох, пользователь онлайн один. Е-е-е. Погнали. Замиксировский... Конечно. Литр водки, все дела. Дефинишн? Нет, не дефинишн. Авуч поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ну все. Я вспомнил, как стригли Брюса. Ну это было не так давно, но в 2008-м. Человек этот не Абвер не может быть так, что человек совсем не поменялся. Это его отец? Он успел поменяться после этого, а потом поменяться снова обратно в свою молодую версию. Боже, 2007 год, мне было 9 лет, говорит Мэл Лоис. Да. Не так давно, 13 лет. Вола говорит, главное в тему ББ не заходить, можно культурный шок новых пользователей. Да, ну по этому видосику, по тому, как Лекс общался, можно понять, насколько это был дикий андеграунд. Просто насколько. То есть, если Лекс в интервью по телефону вот такие вещи, ну в смысле рассказывает, то на форуме нормально было, что в ответ на какой-нибудь вопрос тебя посылали не на рекроуд, как сейчас делают, да, а на мидспин. И как бы это норма была. То есть, ты приходил и понимал, где ты оказывался. Биот поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, давай голосовалку, кто за стрим ностальгию. Плюс в чат. Сейчас в любом случае не будет, но это хорошая идея. Мы очень много знакомых людей увидим. Просто минус там 13 лет, представляете? Хоп, и все. Там корейцев увидим, там на Гамикс же приезжали. Нас все будут такие психи. Ну сейчас там был минус один рабочий, но в целом хорошо Блэйд отбивается в этот раз. Потому что ДК никакой по здоровьям. ВЦК 2002 говорит, там надо посторожно, после просмотра моих футажей об Гудхейм заблочить. Да, да, да. Я еще посмотрел специальную пользовательскую галерею и три раза обновил пользовательскую галерею и ни разу не наткнулся ни на какую, ни на какие непристойности. А там жалели вообще все. Там если зайдете и посмотрите галерею справа. Там же такая дичь иногда. Да, 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 да. Овечкин говорит, много голых теток в галерее. Да, да, да. Там прям не только теток. Вот рассказывают, что не видели никогда, чтобы так хуман он хорошо стартовал. Забыли про черного властелина. Да. Там много мемов было за это время. Активность пользователей она приводит к такому. Дайте ссылку на галерею. Законишь на проплей просто, сейчас онлайн мы ему поднимем и все, и справа смотришь на четыре фотографии. Кстати, Crystal Ball артефакт-то неплохой. Он ему пригодится всю игру. ВЦГ, ну зачем ты это делаешь? Здесь тебе не тут. Слышишь? Там будет, там будет, в общем, закопка. Это доброе фото. Да, да, да. Я понимаю, что ты еще не... Но... Короче, футмен начинает от новой разваливаться. Бессрочно, неплохо, Джокки. ВЦГ был хороший аккаунт. Ну, это сурово, конечно. Я бы не стал бессрочно. Да и у меня даже функционала бессрочно банить, максимум 30 дней. В целом, Хэппич делает то, что должен делать. А тут, в отличие от... В отличие от прошлой катки, Блэйд вообще в рифлов не идет. Они ему в прошлой игре вообще никак не помогли. Помните, и потерял то ли двух, то ли даже трех до выхода в... до выхода в третий тир. Ну, а ты эти деньги... Раз они все равно ничего не принесли, лучше их было потратить на что-то более ценное, типа коней и так далее. Блин. Отличная маска, Соби маска. Рути, две ящики. Так, фан тоже скинул. Надо будет посмотреть после игры, после игры. Все, я начал уже открывать те ссылки, которые поскидывали. Блэйд готов выходить из лимита, у него есть... опять Гаганаш пришел. И футменов удалось сохранить, причем не достраивал футов, это все то, что осталось у него. От старта, наверное, да? Пуш очень хороший. Ох! Заливка идет дикая, отпита. Рабочий... рабочий чинит. Вертолетики полетели. А сетки нет. Минус финт. Слушайте, а здесь Блэйд может Хавк из такой ситуации скорее всего затащил бы. Хапач подрезает нескольких хутменов. Но Блэйд, смотрите, Касл достраивается, и он 1600, сейчас... оп, 1200. Оп, 1000. А, он даже не выходит из лимита, он заказывает Грейд, Грейд и Паладина в рамках 50. Очень хорошо халявит. Но Блэйд все хорошо идёт за Тускас сейчас. Посмотрите, на продакционный таб. Это самый уверенный что ты можешь представить против Хапки. Он остается на 50 и идёт на Анимал Вартрейн и флаг канон. Не даже беспокоит за идти в опхип. Когда он знает, Хапки может пушить и, в fact, он будет санктим и, Хапки вышел уже из лимита. Блэйд всё ещё халявит. Ой, может, может не выжить сейчас просто. Да, да, да. Пошли два коня, выходит из лимита 54 Блэйд. Он заказался прям основательно. Но рабочие уже почти все сдохли на экспе. Ему не особо нужны рабочие, которые на лесе. Но, по крайней мере, пятёрка должна золото добывать. Да, очень хорошо Блэйд отыгрывает, согласен. Лимит одинаковый. Мы за Блэйда, мы за Хапачо. Как хотите. У Блэйда шансов крайне мало на победу, особенно в серии. И в этом плане интриги очень мало. Но сейчас ситуация хорошая для него. Во-первых, он сразу убивает одного Финда, убивает второго Финда. Вертолётов довольно большое количество. Минус вертолёт, минус ещё один вертолёт. Получает 53-54. вертолёт разваливаются. Очень хорошо Хапач откачивает, теряет, правда, ещё одного Финда. Как же хорошо кони нарезают, а... как же они хорошо нарезают. 50-51. Размен ровненький, подрезает в конце одного коня. Ну, в целом, Хэппи здесь должен, да, это самое, дожать. С Дистрами не справился. Это очень важный момент. Три Дистра не дают ничего делать ни Архмагу, ни коням. Пытается Арканку спасти, не удается. Рабочий... Хэппич просто переконтраливает. То есть он просто переконтраливает. Будет сидеть на 50 или нет? Пальто это было в Гуддейд? Я что-то не узнаю. Такая нагрузка у нее на спину. Да-а-а, бейджик проплеерский. Красная точка забирается Хэппичем. И выпадает Аура, хорошая. Заливка идет вертолетов. Свит этот с... Сетка-сетка-сетка не дают отлететь. И Рейну Файр сверху, связка прекрасная. 54-62. Но у Блейда по-прежнему экспант работает. Финды очень плохо работают против коней. Минус все вертолеты. Дивана нет. МК битый. Вообще там прокаст может быть сейчас в МК. Вот сейчас, например. Сейчас можно... Оп-оп. А я говорил. Ну там был Паладин, который мог подлечить спокойно МК. Но почему-то этого не делал долгое время. И Родион, привет. Как ожиданно умер МК. Да, в такие моменты ты удивляешься, почему... Ну чем-то, видимо, занят был Блейд в тот момент. Хапач его давит. И вот на второй карте. Безинтрижная серия выходит пока что у нас. Вот и вернулись к старой Мете. А почему бы и нет? У коней халявный Грейд. Теперь. Арбу апнули. Вышки немножко апнули. Why not? Я думаю, что Блейд не остается от этого, хотя бы. Есть еще много халявлений для него. Если он получит 4-3-3 уровня, то еще много вещей будет возможности. Он имеет хорошую армию. Он имеет гироги. Он наконец-то получил гироги. Он наконец-то получил гироги. И что, если он улучшит на него. Аппийский проживает больше, да. Он голодный. Он слухает кровь в воде. Он не хочет дать Блейду время, чтобы использовать его банк. Он сейчас использовал. 62-62. Сеточка-сеточка. Заливка питом. Очень хорошая заливка. Без ограничения по урону. Попадает на ополченцев. Может, и лечением убьет. Нет, не успел. Минус вертолеты, минус рабочие. И очень хорошо разменялся. Очень хорошо Питлорд выполняет свою роль. То есть у него, по сути, две главные функции. Первая функция — это для подпуша с Рейну Фаер ты вышки вместе с рабочими ушатываешь. А вторая функция — это то, что ты уже там после в лейте со связкой сеточки и Рейну Фаер уничтожаешь вертолет. Хм. Биг Левелс. 5-4-4. Вот это Биг Левелс. 4 пит лорд это такой база нет вертолетики сверху налетают сетка сетка а вот это кстати может быть хотя смотрите какой rain of fire дикий но дистры убили все вертолеты пит лорд минус но тут минус сколько 10 лимита сейчас чем минус конь уверен очень но блейду стоит отдать должное потому что вот в это сражение он заходил очень грамотно с точки зрения позиции он умудрился и пятас справа взять и вертолетами залететь отрезав соответственно пит лорда от вертолетов что тот не смог прям еще там второе третье дыхание ну смысле rain of fire сделать нормально вот уже начинает ошибаться блейд ну и в конце концов лимит 67 на 46 даже при равном лимите было проиграно парочка сражений я бы проигрывал за последние турниры в финалах но смотря за какое последнее время брать так-то да у него хавк отжал недавно карту в серии фогич в бо 5 его выигрывал как турнире там месяц или два назад привет космос я не понял вертолет точно контрит воздух но они контрят просто тут связка же ты не можешь игнорировать это же самое что потом пятой пандой удивляться почему вертолеты разваливаются и не убивают там не знаю кого-то ну просто потому что сдувают постоянно там выпала аура еще хэпичу это просто ультимативная штука пошла регенерация маны отводит других героев потому что те уже пятого и не может не могут на криппинге ничего получить по криппингу нейтралов почти не осталось издмк говорит если не ошибаюсь что за последний год он проиграл два раза финала кейс или против фоги b5 вроде бы все привет привет после этого кубика коротенького я всегда блин ну сокол помните скинул там привет и товарищ который садится и танцует я не могу избавиться от ассоциации это одна из но это такая информация которая тебе вроде как не нужна но почему-то мозг и от нее не избавляется привет спасибо соколу в общем за это привет вы джин да ну рыч хорошо стрима чё сорян ой вертолетов там конское количество коней не конская привет можно кубик в чат но такой не очень цензурный почему не играют танки против воздуха андет не работает совсем танки хорошо работают против большого количества мелких юнитов типа гарк дестройеров они будут убивать очень долго 70 лимит на 60 или контролирует вертолеты сплэш классный но смотрите и заливка пошла 5 минус один дестройер справляется спокойно хэппич очень битый найты пятый пит лорд я бы вышел минус 20 лимита все очень красное лично на стреле вообще ничего не боится по третьим койлом очень битый дистрейн минус все вертолеты один только остался ладно гай-гай пишет blade 20 уверенно уверенно без интрижно а хавк наверно сидит смотрит эти матчи думает блин мне с ним играть в такие моменты жалко что нет инфи нет тиаши и жалко что давно не было турниров международных чтобы посмотреть как как те товарищи чтобы они могли противопоставить хавк уже тратить деньги за второе место почему второе ну лени такая вот сцена хавк Это очень важно, чтобы выиграть только один один мат в этом матче. Да, не только два РАД, но и два ШОП, и МАКЕТПЛЕЙС, и один из ЛАБС. Это просто невероятно трудно подчеркнуть с этой эксперименцией. Окей, тогда. 2-0 для Эмпера. Он спускает его 5-й семи-финал. Но следующий матч будет Амазония, и Блэйд борется очень трудно, чтобы преодолеть это. Это реально ролик. Там опять заполнен он мемами. Баратрумы. Но это тоже, друзья, надо смотреть только делая скидку на Венемы. Ооо, не-не-не. Я с... я... даже я понимаю, что... что это... это слишком просто... слишком непонятно уже сейчас. Понимаю, что непонятно. Ой, опять звуки. Хватит. Может рыбу? Рыба... это снова ты. Ленис скидывает. Это точно рыба? Та-ра-дам. Ооо. Сейчас камбэк. Бацает 2-3. Не за что зацепиться в игре, понимаете? Не за что зацепиться. Просто... 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 Сидит Хуч. Ой, как же никнейм-то? Сейчас чатики напишут, не вспомню. Гуляйте, 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 смотрите Кёльн. Расскажите, как вам вообще город... Как прогулка. Пьем пиво. Да, парочка па-лайнеров и Мадга. Мадга помнит классику. Расскажите, как вам вообще город, как прогулка. Эдик, точно Эдик. Пьем пиво по вечерам. Общаемся, играем в покер. Нормально готовимся. Пьем пиво вчера. Пока у нас не было там даже мысли о чемпионате, вот сегодня как бы другой ряд для нас начинает. Приехали на чемпионат мира. Жель, мы там смотрим, смотри. Тебя показывают. Помнишь, это интервью? По онлайнерам? Да, по онлайнерам. Ну, мы как бы о игре еще пока не думали. Пьем пиво вечером. Приехали на МЦГ. А по грачей кто-то? Вот, это вот оно. Оно началось с грачей. Причем я пожалел, потому что сразу там Лекс говорит, ну там, ладно, на этом турнире только одни лохи были, это мы, это ладно, это самое цензурное, что он сказал. Расскажите, как он вообще, город как так был. В общем, смотрим. Общаемся, играем в покер. Пока у нас не было там даже мысли о чемпионате, вот сегодня как бы другой ряд для нас начинается чемпионат. Так. Вот все. Все? Что вам скажешь? Время проводим нормально, ходим в ресторанчики. Ресторанчики. Играем в что-нибудь, общаемся. Так, пиво здесь хорошее. То же самое. Их даже интонация одинаковая. Ну все. Ну все. А что у вас за большой мешок огромный в комнате-то лежит? Ну не знаю, о чем вы говорите, но может быть это мусор, который не выносит у нас, у нас не заходит гувернантка, она ничего не делает. А так я не знаю, что это за мешок, ты знаешь что? Не знаю, пришел Марчелло, принес нам мешок. Говорит, можно сфотографируем? Можно. Сфотографировал, ушел, все. Мешок не наш. 36. Не наш мешок. А какие у вас планы вообще на сегодняшний день? Сейчас парочка пайлайнер. Выспаться, так. Что еще? Что еще? Покушать обязательно. Покушать. Мы выспимся, хорошо покушаем. Все будет хорошо. Выпить парочку-троечку паулайнеров. И довольными идти спать. А мне еще пару партик покер и все. О карте тусканной подготовки. Это кажется новая карта была. Флаттер, о чем будет говорить. Ну мы ее играем третий раз. Вот я ее вообще третий раз в жизни играл. Такая непривычная карта. Понятно. А на ВЦГ есть тускан? Есть. То есть ты видел эту ретерацию. Можно сказать, что вы хорошо подготовились? Не, мы как подготовились? Так. Так. Блин, чемпионат мира. Как? Как? Так? Ну как так? Так. Ты видел эту ретерацию. Можно сказать, что вы хорошо подготовились? Не, мы как подготовились? Так. Так. Чуть-чуть подготовились. Понятно. А сколько раз вы тренировались перед полетом на ВЦГ? Вот вместе. В пятером. Ну, раз пять, наверное. Что? Ну, Марк такой еще. Это Марк Авербух. Тоже легенда киберспортивной журналистики. Специалист по КСам. Он, конечно, ржал тоже со сцены. А по времени сколько там тренировки длились? И где вы тренировались? Из дома по часика три-четыре вечером. Понятно. Я видел, они правда, они сильно подготовились. Они же в Москве провели там больше недели. Вот. Тренировались по 12 часов, по-моему, в день. Но шансы у нас огромные. Вот. То есть, как я вижу, то что мы правда можем рассчитывать на топ-4. Что-то вроде этого. Погнали. Это Луныч? Нет. Ну, тут как бы да. Давайте в игру. Да, К-23 это казахская. Мел Луис, прикинь, вот тебе было 9 лет, а у нас сфера такая была. Где ты проводил свое детство? Да. Какой Марк этот шериф. Да. С арбалетом не побалуешь. Арбалет серьезный. Да я сам в отрубе. Я на Сахалине его проводил с тюленями. Вот ты тюлень. Наис катались пацаны на ВЦГ. Но они, повторюсь, были лучшими в России. Но ездили на парочку ВЦГ как туристы. Просто... Ничего, там шоу-турнир еще у нас будет в Москве. Я не помню какой счет там был. Давайте посмотрим. Тут все равно очки... Это качество трансляции тогда на... Ничего не понятно. Алгут контроль карты в исполнении Эдика. Тюлень. 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 Прискнут. Тюлень. 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 Тюл nine, да. Невероятный фраг. Ясно. Так, ну что? Они сами говорили, просто ТАСС хороший друг Лекса, что мы не палили тактики, мы смотрели, как кто играет. Да. Не палили тактики. У нас будет два шоу-матча. И еще там что-то. Мы, конечно, будем играть, будем укладывать. Ладно, это ради старичков, друзья. Надеюсь, вы улыбнулись. Такие моменты, хорошо, что память плохая. Берешь, включаешь и все. И оказываешься, как будто... Так вот, кто научил виртусов не палить тактики. Да. Этот мем тоже очень долго потом жил. То есть просто не палили тактики. До следующего ВЦГ они будут палить еще. СДМК, говорит, отменный фан. Да там много видосиков, на самом деле, хороших. Да, интервью классные, там, олдскульные. Мы же столько материалов делали. Так, да, ездили по турнирам. Ууу, прям. Если включить на геймобильный качество, качество все равно лучше, чем в этой записи. Это да. Надо еще Кроу вспомнить. Я его вспомнил, потому что приходил в гости к племяннику. Он мелкий, не знаю, ему лет, наверное, 8. Но он уже подписан на меня, смотрит трансляции такой. И ошарашил, говорит, Миша, от сколько ты зарабатываешь? А я понимаю, что как бы лучше, ну, и, ну, сказал, достаточно, все, есть что есть, есть где жить, нормально. А потом вспомнил интервью с Кроу, который как раз комментировал долгое время КС на отменном уровне. Тоже в андеграунде, мега круто комментировал. Наверняка можно без труда найти его записи. А потом ушел в онлайн-покер. И в один год в онлайн-покере был рекордсменом. Заработал столько, что, я думаю, ему до конца жизни хватит уже. И он в интервью говорил, что самые запоминающиеся времена были, когда я комментировал КС на Гудгейме, понимаете? И это было круто. То есть ты понимаешь, что для счастья тебе зачастую нужны другие вещи. Ну, конечно, хорошо говорить, когда тебе есть где жить и что есть, но в целом какой-то оверхед по деньгам-то не нужен. То есть это не гарантия того, что ты будешь довольным, счастливым. Кроу с Брюсом комментили StarCraft 1. Я уверен, что можно все это найти. С другой стороны, говорит СДМК, это и грусть тоже, так как ребята едут на мировые турниры, так себя позиционируют. Проблема многих русских игроков была не только в КС, но и в других играх. Так это же просто... У нас такая сцена была. То есть, представляешь, ты играешь на голову выше, чем все остальные в рамках своей страны. С другой стороны, ты понимаешь, что у тебя шансов на мировом турнире очень мало. Вы миксом, вы собираете микс и выигрываете в ЭЦГ национальные, без особых проблем. Потому что путь — это был, насколько я понял, микс. То есть там три игрока из Virtus.o. и еще кто-то. Ну, то же самое, как этот, как в Дотке тоже собирали миксы, приходили, халявили, рандомили на турнирах. И при этом, как бы, против шведов каких-нибудь шансов не было. Ну, объективно. И ты понимаешь, что нет. И ты понимаешь, что нет. Да, да, да. Конечно. Да, 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 конечно. Как-то так. Анионка говорит, да все же довольно-давно на ГЭК, проблема такая, что сейчас при обстреле стрима он просто зависает. Да, реконекты. Анионка, попробуй поставить галочку в бета-профиле, там новый плеер, он по внешности старенький, но может у тебя будет лучше работать. Но, да, проблема реконекта есть. Ланя Демидова в 2008 второе место заняла. Это про Соло говорят, да. Соль из Солос, из клана Арков. Талантливый товарищ. Еще делаешь про него, именно про Соло, не про Асмаде, а про Соло, рассказывал, что пришел в Орке в этот клуб парень, который там играл и мышкой тыкал гастами локдаун на этих, но очень быстро типа это делал. Так-так-так-так-так. Кажется, это был он. Либо он, либо Асмаде, я не помню про кого он точно. В росте СНГ, на мой взгляд, практически большинство команд миксы, даже в 2001-м начальник едут миксы. Ладно, давайте к игре потихонечку. Ностальгии много, информации тоже очень много, надо как-то это... Спасибо огромное за подсказку про новый плеер, мне помогло, не торопись. Там есть еще у меня, по крайней мере, проблемы с микрофризами, что иногда там на доли секунды он подфризивает. Очень сложный криппинг сейчас будет для Блэйда. Скелетов уже четверо. Архмаг очень хорошо работает по... О, ушел, ушел ополченец, видели? Там был замах, но пропустил дополнительно 2-3 выстрела. Моисей, только F5 помогает. Добил ДК! Ну это 3-0. Да, Моисей, в новом плеере тоже будет, ну, там, как одна из опций подстройка, возврат в реальное время. Финдом добил. Финдом добить, конечно, сложно. Да, у Финда высокий урон, но у Финда замах, еще паучки потом летят. Представляете, там... Это ошибка Блэйда, конечно, не... Хэппич просто воспользовался тем моментом, который Блэйд предоставил ему, но в целом он не должен был... Мне вообще показалось, что не Финд добил, а скелет. Есть у кого-нибудь там клипчик? Посмотреть бы. А представляете, сейчас вот... Поддержал ваш канал на 3 тысячи рублей и сообщает... Ностальгия. Фонд ностальгии равно. Проведем обязательно. Надо подумать. Может, реально понакидываем какие-нибудь видосики старенькие, посмотрим. Поставим сразу галочку 18+, потому что там без... Если уж капитан сборной России в интервьюшечке просто песочит себя. Еще минус рабочие. Ге-ге. Понятно. Еще без шансов. Послушаем интервью. И... Ну, сейчас я не знаю. Я бы, если честно, поиграл с Соколиком, потому что мы сто лет не играли в PUBG только сегодня за... Но я не знаю, как он настроен или не настроен. Фуфашки на этой неделе было много. Варкрафта тоже. Героев не так много, но все равно... Сейчас я узнаю, у Соколика. Пойду кофе сделаю. Гоу. Гоу. Ласт. Фуфа, говорит, много не бывает. Да запускай, да там ты, что стесняешься. Только не PUBG, говорит. Фуфа же есть. Не, ну я... А Тал, тут говорится, что на питон нужно сайт переписать. Я не буду ему доверять. Тем балом мало было сегодня руин. Руины. Ну если Сокола не будет, я в PUBG, естественно, не пойду. Так что давайте потихонечку собираться... Собираться в фашечке. Там посмотрим. Ну и посмотрим, конечно же, интервью. Шичку. You spin me right round, baby, right round. Такая разница, на чем написано сайт, влияет на работу плеера. Все влияет. О, скинули клипчик. Это, видимо, как раз... Но пропустил дополнительно два-три выстрела. Давайте посмотрю. Вон скелет. Вот я на скелет смотрел. Ну там еще финт снизу. Но мне казалось, что именно скелет. Хотя тут непонятно. Да, скелет добил. А я прав оказался. Смотрите. Смотрите. Удар скелета. Кошарчак поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ты рыбак. Ты. Я. И в очередной раз, ребята, ну вот себя не похвалишь, все будут говорить, что комментаторы майкер не очень, а все остальные молодцы. Смотрите, Бобер реагирует как. Смотрите. Сейчас покажу. Он за мной находится. Не пропустите. Ща, погодите. Что говорю? Добил ДК. О, я сказал, добил ДК. Я имел в виду, добил скелет. Ну, ошибся немножечко. Ладно, не ДК добил. Хорошо. Ну, ДК. Ну, я имел в виду скелет. Я смотрел на этого скелета. Честно, честно. А он говорит, что? With a fiend. With a fiend, но не with a fiend. Короче, да, не получилось понтануться. Потому что запомнят, скажут, что добил ДК. Ну, я сказал же, что добил ДК. Значит, добил ДК. Майкер не очень. Все понял. Да я просто добил, увидел ДК, получил экспу 2 на четверть. И сказал ДК. Я имел в виду скелет. Да идите к черту, короче. Ненавижу вас. Так, что у нас там по интервью? Не сдержал мой пуш, в общем, после этого. Во второй игре она была близка. Он плохо. Парочку, короче, посражался на красной точке. А на третий, ну, я играл голема, и он просто оставил рабочих, которые строили экспант. Да, после этого, после того, как он так много потерял, он решил, что... Да, Тодда, есть вопросы? Да, когда ты голема застилил... Не финтшот, скелетом, скелет! Ну, это лак. Ну, конечно, я ожидал, что застилю, но не был уверен. Но это всегда, короче, придет. Почему лак, если ты так часто так... Ну, потому что я стараюсь больше, чем остальные. Ты с Хавком... Хавк лучший играет в этом стиле. Ну, вот. Ты ожидаешь, что Блэйд будет больше в рифлов играть? Или по стандарту? Я ожидал стандарта во всех играх. Окей. А Хокк раньше сказал, что из 50 игр он 5 у тебя отжал. Да. Да. Ты расстроен, что так много карт отдал этому Нубасу? Или... У меня есть уверенность, конечно, но я надеюсь, что тяжелые будут игры. Увидим, короче, завтра. Ты смотрел там, что в другой части сетки? Там хорошие эльфы, наверху. И Андейда. Я не смотрел игры, но... Если я... Я... Если выиграю, короче, завтра полуфинал, я проверю игры. Ты смотрел, как сегодня 120 играл? Он Ла Ла это сегодня обыграл. Сокол, привет. Хорошая новость. Я сейчас сфокусирован только на своих матчах. Посмотрю записи позже. Окей, спасибо. Звучит отлично, ребята. Отличные новости. Да, Соколиков будет сейчас в PUBG. Что-то там про поиск игры. Удачи. Спасибо. Пока. Спасибо, пока. Оператор, как обычно, немногословен. Мы... Наконец...